Более 80 интерактивных площадок представит только Алтайский государственный технический университет на фестивале науки «Наследники Ползунова» сегодня. Он откроется 13 октября. Программу обещают сделать интересной для посетителей всех возрастов. О том, что можно посетить и чему удивиться, говорим сегодня с деканом факультета довузовской подготовки Алтайского государственного технического университета Николаем Белоусовым. Николай Александрович, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, прежде всего, вот почему такая мода? Откуда она взялась проводить дни науки? Ведь это все-таки всероссийский масштаб, да? Это не просто мода. Это сегодня для России острая необходимость. Россия входит в технологический этап, испытывает большую потребность в подготовке большого количества новых, одаренных ученых, технологов, изобретателей, конструкторов. Ну и для того, чтобы в науку пришли эти новые поколения уже с совершенно новым видением, подростки, дети, молодые люди, проводятся масштабные, грандиозные праздники науки по всей России. По России такой фестиваль проходит нынче восьмой раз. А в Алтайском крае? В Алтайском крае тоже восьмой раз. Сейчас Алтайский край включился в это мощное научно-просветительское движение. Ну вот все-таки восемь лет опыта. Можно ли как-то отследить, приносят ли это плоды какие-то? Или это все-таки вот праздник, пришли, посмотрели? Остается ли кто-то в науке после этого? Да, мы заметили, очень четко заметили, что количество ребят всех возрастов, школьных я имею в виду, все больше ввлекаются в научно-техническое творчество. Детей сегодня и родители, и детей настолько много желают заниматься современными технологиями, что уже современной инфраструктуры детского образования не хватает для того, чтобы удовлетворить все потребности вот в этом развитии всех детей. Ну, в городе Барнауле, да и по всему краю. Ну, как говорится, сам Бог велел техническому университету удивлять техническими новинками. Расскажите, пожалуйста, что будет, какие интересные площадки? Я смотрела программу, даже вы говорите некоторые сложные названия. Чем удивлять будете? Ну, традиционно технический университет готовит огромное количество площадок, преимущественно ясно, что они инженерные, технические. Красивые площадки и вкусные готовит наш инбиохим и кафедры, которые занимаются подготовкой по пищевым производствам. Это и перформансы кулинарные, это и подготовка напитков различных, роскошных местных. Да, это, естественно, все будет приделаться и при детях, при посетителях, и, естественно, будет дегустация. Активно включились в эту работу все факультеты нашего университета. И нынче фестиваль, похоже, ознаменуется тем, что будет очень большое количество площадок, которые будут показывать современные технологии. Прежде всего, 3D-проектирование, моделирование и так далее. Если у нас год-два назад таких площадок было одна-две, то нынче порядка 15 штук, которые, в общем-то, практически все факультеты представили. Это и 3D-моделирование строительных конструкций и, вообще-то, даже жилых зданий. Ведь не за горами время, когда дома будут, и в том числе и в России, и уже есть такие технологии, лить, готовить, изготавливать 3D-принтеры. Мы представим на площадках 3D-проектирование механических конструкций, промышленных изделий, робототехнику в области промышленности. Ну, где-то будем показывать в очередь в интерактивном режиме, где-то ребята сами будут участвовать и пытаться проектировать на компьютерах уже по новым технологиям проектирования. Кто может стать гостями этого фестиваля? Вы приглашаете как-то специально или любой желающий? На площадки фестиваля приходят все желающие. У нас наука 0+, ну, это означает от 0 до 110 лет могут прийти все желающие, которые все, кого интересует современное научное достижение, современные технологии. 13 октября? 13 октября с 9 утра до 4 вечера технический университет открыт, все корпуса технического университета открыты всем желающим. Как вы считаете, какой процент может остаться для того, чтобы пройти обучение в вашем вузе? На что надеетесь? Ставите ли вы какую-то цель, планку? Четких, конкретных в цифрах целей поставить очень трудно, потому что дети приходят трехлетние, пятилетние, семилетние, с самого маленького возраста идут. Дети очень любят у нас посещать лабораторию военной техники нашей современной. Да, в общем-то, практически все площадки дети с удовольствием посещают. Но мы открыли в прошлом году большой центр детского научного и инженерного и технического творчества, и нынче в нем при приеме был очень большой конкурс. И, скорее всего, недельки через 2-3 мы произведем добор, потому что по мере завершения ремонта новых аудиторий мы пригласим снова поучаствовать в конкурсе на отбор в наш центр детей с 5 по 11 класса. Сейчас в центре свыше 450 детей должно быть гораздо больше. Мы создаем возможности для того, чтобы дети могли заниматься творчеством. Заниматься эти дети потом остаются все-таки в ВУЗе, да, приходят? Или сложно отследить? Первого выпуска нашего центра еще не было. Мы в прошлом году набирали 10-ти классников, в этом году будут первые выпуски нашего центра детского творчества. Вообще-то мы уверены, что значительная часть детей, пусть не все, этого и не надо делать, придут в наш университет. Они уже привыкли к нему, многие полюбили его. Поэтому мы надеемся, что мы будем готовить достойных абитуриентов, достойную смену студентам нашего университета. На какие специальности, на ваш взгляд, больше всего необходимо сейчас набора существует? Университет наш готовит специалистов практически по всем востребованным у нас на Алтае, по крайней мере, специальностям. И строителей, и энергетики, любую сферу. Я сейчас назову подготовкой в университете, вы увидите, что потребность специалистов много. Причем, понятно, что очень много желающих, даже если конкурс невысокий, на высокие проходные баллы, это на современные информационные технологии и на программирование. Традиционно и на энергофак, и на строительные факультеты идет очень много ребят, абитуриентов. Растет, заметно растет конкурс на факультеты энергомашиностроения и автомобильного транспорта. И, естественно, наше будущее тоже, наверное, нашего университета в значительной мере связано с факультетом специальных технологий, где мы хотим готовить специалистов для промышленного производства самого высокого уровня. Благодарю вас за беседу. Я думаю, что до встречи 13 октября на празднике для ума, я бы так назвала, День науки. Да, мы ждем родителей, детей, учителей к нам на праздник науки. Мы сегодня беседовали с деканом факультета довузовской подготовки Алтайского государственного технического университета Николаем Белоусовым, говорили о предстоящем Дне науки. Это была программа «Наше время». До встречи.